Кто из взрослых хоть раз в жизни не мечтал вернуться в беззаботное детство? Эта возможность появляется тогда, когда в семье есть ребенок. Масштабный мастер-класс по живописи – прямое тому подтверждение. Мама и папа охотно взялись за кисти и краски. Они увлеклись рисованием не меньше, чем малыши. Приходим уже не первый раз, очень нам все нравится. Замечательные мероприятия. Ребенок счастлив, родители тоже. И хочется сказать большое спасибо за организацию таких мероприятий. Это здорово. 45 минут, 30 мольбертов, гуашь и кисти – все, чтобы родился очередной шедевр. Все участники рисовали один сюжет, но у каждого он получился свой. Полевые цветы, бабочки, аппетитный кекс – простор для творчества. У каждого получится собственная картина, потому что каждый индивидуален из нас. И дети, они очень любят проявлять себя. Не всегда дети рисуют так, как я, и повторяют за мной. Но где-то им нужно просто помочь. Ребенок просто не понимает, как это сделать. Вот я вот в этот момент ему помогаю. А дальше он уже идет сам. Марьяна никогда раньше не садилась за холст. Это проба пера. И надо сказать, что получается весьма неплохо. Никогда, скажем так, в себе не замечала таких талантов, но вроде все получилось достаточно неплохо и очень довольна результатом. На первый взгляд незатейливый сюжет нарисовать легко, но оказалось, что это не совсем так. Анжелика Ермакова направляла участников мастер-класса в нужное русло и раскрывала небольшие секреты мастерства. И вот уже через полчаса у каждого получилась законченная работа. Творчество позволяет расслабиться, получить удовольствие, какое-то вдохновение приходит. И родители с удовольствием рисуют. И с детьми, и без детей приходят. То есть творчество невозможно без творчества. Каждые выходные в парке отдыха проходят мероприятия, где главными участниками становятся семьи с детьми разного возраста. Это тематические праздники, спортивные баталии и творческие мастерские, где каждый может реализовать свои способности и снова окунуться в детство. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.